Как безопасно перевозить ребенка в автомобиле, как правильно пользоваться автокреслом, эти и другие вопросы обсудили сегодня на тренинге, который прошел в перинатальном центре Черкесского в рамках проекта «Детство безопасности». Подробности у Али Баташева. Такое кресло имеет определенное положение ребенка. Это угол примерно 45 градусов. Оно располагается спиной по ходу движения. И даже резкое торможение не будет представлять угрозу для ребенка. Нет ничего надежнее, чем руки матери. Можно обойтись и без автокресла. Это распространенный среди родителей миф, мешающий безопасной транспортировке ребенка, считает тренер экспертного центра движения безопасности Денис Давыдов. Факты и статистика поездок с маленькими пассажирами говорят об обратном. Во-первых, ребенок действительно может просто выскользнуть из рук, поскольку его вес увеличивается в разы. Это зависит от скорости движения. Во-вторых, сами родители, допустим, мать, она может рефлекторно сжать ребенка в руках, поскольку само столкновение является неожиданностью, и этот рефлектор срабатывает. И это сжатие опасно для ребенка, особенно если это новорожденный, особенно если это ребенок до года, когда кости еще достаточно хрупкие. Данный проект реализуется в течение трех лет, начиная с 2019 года до конца 2021 года. Реализуется он всегда на базе медицинских учреждений родовоспоможения. Это либо перинатальные центры, либо родильные дома, для того, чтобы охватить все свои населения и максимально качественно проинформировать молодых родителей о правильности перевозки малыша автомобиля, так как основная цель данного проекта – это профилактирование дорожно-транспортных происшествий с участием детей пассажиров. Врач Республиканского перинатального центра Алена Пономарева считает, что тренинги в рамках проекта «Движение безопасности» будут особенно полезны для родителей. Важно знать, как правильно оборудовать кресла в транспорте и как правильно закреплять ребенка. Потому что зачастую сейчас такие кресла находятся в автомобилях только для того, чтобы ГАИ было спокойно. И дети зачастую ездят на передних сиденьях вместе с родителями или же их не пристегивают креслом. Всего с 2019 по 2021 годы федеральный проект детства безопасности охватит 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. За это время медицинские сотрудники перинатальных центров несколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установки и использования сертифицированных детских автокресел, рассказывать о нормах безопасности при перевозках детей, а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской. Али Батаршев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.